Мы с профессором Лоренсом Бейкером из Стэнфордской медицинской школы обсуждаем оплату труда врачей. В США оплата труда врачей рассчитывается разными способами в зависимости от организации и от профиля работы. Речь идет о вознаграждении за их труд? Да. Ясно. Заработная плата начисляется по-разному. Существует три способа оплаты труда врачей. Первый — гонорарный. Гонорарный? Запишем гонорарный. Тут все понятно. Все ясно из названия. Да, точно. Так и есть. Второй — подушевая оплата. И есть оклад. Подождите, я запишу. Готово. И оклад? Оклад. Начнем с гонорарного способа оплаты. Что это? Оплата услуг. Врачу оплачивают оказанные им услуги, как в ресторане. Заказали, например, салат, закуску, десерт. Все включается в счет, который нужно оплатить в конце посещения. Все заказанное суммируется и выставляют счет. В этом есть вся суть. Ясно. Так работают врачи частной практики. Такая схема оплаты встречается не только там. В первую очередь у частных врачей, но также и в некоторых медицинских организациях, включая Стэнфордскую медицинскую школу, где также платят за услуги врачей. Ясно. То есть, если врач по какой-то причине не работает, денег он не получит. Да, именно. Чем больше услуг и чем они дороже, тем больше будет вознаграждения врача. Ясно. Мы еще обсудим плюсы и минусы. Безусловно, есть плюсы и минусы для врачей. А второй способ, я с ним не знаком. Подушевая оплата отличается от гонорарной. Здесь все зависит от числа пациентов. Опять же, название говорит само за себя. Оно происходит от латинского «на душу». Оплата труда зависит от числа приписанных к врачу людей. Каждый врач получает группу больных. Допустим, врач несет ответственность за тысячу человек. Это приписанные к врачу больные, у которых есть страховка. Число приписанных больных обговаривается контрактом, заключаемым с врачом. В нем же обговаривается первичная помощь, прием, стандартные анализы, но туда не включены госпитализация, хирургические операции и так далее. Есть группа больных, набор услуг, и на основе этих данных рассчитывается оплата за одного пациента в месяц. Одного пациента в месяц. А кто платит? Работодатель врача? Мне кажется, это не тот случай. В данном случае платит страховая компания. Компаний, оказывающих услуги медицинского страхования, очень много. Часть застрахованных больных составляет группу пациентов, приписанных к врачу. И в зависимости от их количества рассчитывается сама оплата труда врача. Допустим, приписано тысяча больных. За них врачу и платят. Ясно. Ну а что насчет материальной заинтересованности врачей в работе? Поощрения при этом отсутствуют. Допустим, врач получает 25 долларов за каждого из тысячи больных. 25 тысяч в месяц. Он должен их обслужить. Но он не получит дополнительные оплаты за более дорогие анализы и исследования для этих больных. Теряется стимул, который есть в первом способе оплаты. При гонорарном способе оплаты можно больше заработать, если больше сделать. Зато проще прогнозировать доход. В отношении прогнозов не все так просто. Важное различие между двумя первыми способами оплаты заключается в количестве сопутствующего риска. Здесь подразумевается финансовый риск, связанный с потребностями больных за конкретный месяц. При гонорарном способе оплаты не существует риска для врача. Если больных много, каждый требует обслуживания, которое будет оплачено. При подушевой оплате риска больше. Оплата не меняется при любой загруженности. Ясно. Если работы много, страдают врачи. Если мало, страдают страховые компании. Риск с обеих сторон. Именно. При малой загруженности врачи в выигрыше. Риски компенсируются. Со временем ситуация стабилизируется. Но при подушевом способе оплаты всегда есть проблемы, а особенно если ситуация меняется каждый месяц. Здесь нужно быть умелым управленцем, чтобы не остаться без работы. Кто выбирает способ оплаты труда? Решает врач или страховая компания? Такие вопросы нужно обговаривать. Свои пожелания есть и у страховой компании, и у самих врачей. Если углубиться в историю, программа медицинского страхования началась в 60-х, когда врачи предпочитали гонорары. И эта форма оплаты была лучше по историческим причинам. И все работали так. В 90-е годы страховые компании сделали выбор в сторону подушевой оплаты. Они пытались диктовать свои условия врачам. Вначале работало, но затем врачи стали возражать и требовали возврата к гонорарам. Пришлось пойти на уступки. Врачам, которые получают подушевую оплату, невыгодно оказывать больным больше услуг. Теоретически разница есть. Но об этом предпочитают не говорить. Врач должен думать о здоровье больного. В США сотни тысяч врачей, которые думают в первую очередь о своих доходах. Но, думаю, вы правы. Большинство практикующих врачей не до финансов. Они не анализируют свою прибыль в конце года. Ну, если платишь за обучение, доплата за МРТ или что-то еще лишнее не будет. Это все и частности. Мы не замечаем, как из всего этого создается целая система. Система растет, развивается. Врачи лечат больных. Больным нравится, когда их лечат. Система гонорарной оплаты дает каждому свое. Люди все делают так, как привыкли. Это касается и дополнительных мер. Да. Ни врач, ни больной не задумываются над тем, кто же платит. Платит третья сторона. Так? Попутно создается стимул делать разработки, чтобы больницы смогли закупить новое оборудование. Им будут пользоваться каждый день. К нему привыкнут. Оно станет стандартом лечения. Такой подход к развитию системы и привел к нынешним расходам на здравоохранение. Иногда эти расходы излишние, иногда оправданные. Но именно они направляли развитие системы здравоохранения. Каково соотношение этих способов оплаты? Да, это нужно упомянуть. Гонорарная и подушевая оплата конкурируют друг с другом. На данный момент в США гонорарный способ оплаты распространен шире. Подушевая оплата мало используется. Получается, хоть подушевой способ оплаты и новее исторически, он не прижился из-за врачей? Верно. Врачи были против, и преимущество получили страховки, допускающие гонорарный способ оплаты. В США он куда более популярен. Кто определяет, какие больные будут приписаны к врачам при подушевой оплате? Здесь могут возникать сложности. Идея подушевой оплаты ясна, но и здесь есть варианты. Например, в спектре услуг. Допустим, договор на оказание первичной помощи с подушевой оплатой не включает в себя МРТ и операции. Что делать, если страховка предусматривает оказание первичной помощи на основе подушевой оплаты? Потребуются договоры с другими врачами. Например, договор с одним кардиологом о подушевой оплате его услуг, а с другими — об оказании услуг на основе гонораров. Получается путаница. Но есть очевидный стимул заниматься всеми приписанными пациентами при подушевом способе оплаты. Есть и другой стимул, не такой очевидный. Возникает определенная избирательность, и я сомневаюсь, что практикующие врачи всерьез об этом задумываются. Но это она оказывает свое влияние. При подушевой оплате врач заинтересован в выздоровлении пациента, потому что это выгодно для самого врача. Думаю, врачам не нравится выписывать больных. Но на это есть закон. Да и сама система развивается в таком направлении. И мы еще сами в этом убедимся. Хорошо. А оклад — это то, что я думаю? Фиксированная оплата? Да, именно так. Так. Договор предусматривает определенную плату за определенное число рабочих дней. Платят страховые компании, так? Загвоздка в том, что мы рассматриваем эти три способа оплаты как совершенно независимые. Но на самом деле используются смешанные способы оплаты. Мы забываем, что на самом деле это многоуровневая система. И в этом случае оклад весьма важен. Представьте себе крупное медицинское учреждение со множеством врачей. Медицинское учреждение получает деньги на всех работающих в нем врачей от страховой компании и распределяет средства по врачам. Вполне возможно, что лечебное учреждение выставляет страховой компании счет на гонорарной основе, а все полученные средства выплачивает по своему усмотрению. Это может быть оклад врачей или оклад с надбавками за количество проделанной работы или еще что-нибудь. И стимулы в отношении конкретного врача, принимающего больных, могут не совпадать со стимулами руководства учреждения, которые могут внести свои коррективы. То есть получение оклада подразумевает наличие организации между врачом и какой-либо страховой компанией? Да. Как посредника. Гонорарный способ оплаты подходит всем, но его выбирают, как правило, частные кабинеты, открытые одним или двумя врачами. Подушевая оплата применима везде, но нельзя забывать, что для частной практики зависимость от заболеваемости населения окажется, скорее всего, губительной. Поэтому подушевую оплату выбирают только крупные учреждения. А оклад устроит многих, но он применим только в большой организации. Способ оплаты труда врачей зависит от размера лечебного учреждения. Теперь все ясно. Большое спасибо.